Отказ американских парламентариев встретить с нашей делегацией скорее свидетельствует о нашей слабости. Сегодня считаются в мире сильными, умными, успешными. Мы были в свое время таковыми. Когда разыгралась война между Израилем и Египтом на Ближнем Востоке, советское правительство приняло два решения. Первое. Боеготовность номер один средиземноморской эскадры. Она насчитывала 126 кораблей, не как 4 сегодня, из них 3 изношенных. И второй приказ десантникам на крыло их было более 100 тысяч человек. Дали тут же утечку американской дипломатии по закрытым каналам. Через несколько часов американцы позвонили и сказали, дайте отбой, война завтра закончится. На следующий день война закончилась. Когда мы отставили свои национально-государственные интересы во Вьетнаме, мы им поставили зенитно-ракетное оружие первого поколения и первым залпом сбили 27 американских стервятников, которые бомбили мирные города и села. После этого американцы 3 месяца не летали над этим театром военных действий. Правда, у нас есть и другой опыт. Когда на Джибала руководитель Афганистана обратился к нам с просьбой дать ему оружие и немного денег, это был сильный руководитель, способный обуздать там сложивую ситуацию. Мы отказали. Талибы, которые формировали ЦРУшники, повесили на Джибалу, потом сами выпряглись. Американцы влезли с натовцами, 10 лет сидят там, превратили афган в наркопритон. Он производит 800 тонн героина, 700 тонн доставляет на наши рынки. За прошлый год от тяжелых наркотиков в стране погибло 100 тысяч человек, в 7 раз больше, чем за 10 лет афганской войны. Милошевич просил нас С-300 поставить. Ельцин с Козырю предали наши национальные интересы в Европе, отказались. В результате натовцы, не заходя в зону поражения, расстреляли эту братскую и дружескую страну. Сегодня на Батканах самая крупная натовская база в Европе и дальше наращивает свои возможности. У нас в Ираке работало 160 тысяч человек. В западной корне можно было вставить трубу в землю. Баррель нефти стоил примерно 2 доллара, 2-3 доллара. Сегодня на рынке продавали за 110. Саддама Хусейна никогда бы они не повесили, если бы там росла морковка и брюква. Сегодня они присосались к этому зирвару, но им этого мало, продолжают добивать наших союзников. То же самое случилось в Ливии, где мы потеряли после предательства своих же там интересов примерно 20 миллиардов долларов прямой упущенной возможности. В этом году 20 лет расстрела парламента и принятия Конституции, которая не гарантирует ни безопасности, ни честных выборов, ни достоинства в современном мире. Давайте честно себя скажем, за такую политику предательскую мы платим жуткую дань. Ровно миллиард долларов каждый день. За прошлый год продано минерально-сырьевых ресурсов на 16 триллионов рублей. В казну попало только 6. 10 триллионов растащила наша иностранная олигархия под аккомпанемент новой избирательной кампании. Что касается детей, продали за это время 100 тысяч детей. По сути дела в иностранное рабство. Сейчас вздыхаем, хотя можно было этого не делать. И полтора миллиона самых классных специалистов вынуждены покинуть свою страну. Тут же вносится закон о разгроме нашей академии, без которой мы вообще никогда не поднимемся, и никто с нами считаться в этом мире не будет. Что касается нынешней ситуации, она во многом похожа на 1991 год. Хочу обратить ваше внимание, это недавно, на нашей памяти. Экономика, темпы промышленного развития упали с 8,4%, ушли в минус. ВВП в три раза сократился. На триллион рублей недосчитаемся в казне только текущего года. 500 тысяч малых и средних бизнесменов разорились и продолжают дальше разоряться. У нас такие тарифы, при которых мы ни с кем не можем конкурировать. У нас тонет Дальний Восток, тонет беспощадно, но там тонет не только наш урожай, наши граждане, а уже 2 миллиона сбежало с Дальнего Востока за эти годы, примерно 3 из Сибири. Там тонет и наш флот. Там стоит подводная лодка, которую нынешняя власть ремонтирует 13 лет, из расходов 62 миллиарда, и конца ремонта этого не видно. Она и так в боекомплект не вступит ее на службу Родине. Вот только что вернулись к Амаедову и Тарнаеву. С поездки мы просили проехать весь север. Начиная от Мурманска до Камчатки, вся радиолокационная система противовоздушной обороны уничтожена полностью. Только здесь прикрывали ПЛИСЭЦ, наш лучший завод по производству атомных подводных лодок, наш атомный полигон на Новой Земле и наш Северный флот, 5 авиационных крупных соединений с МиГ-31, лучшими истребителями в мире. Ничего не осталось. Все уничтожено до корня. И дальше продолжают рушить эту систему национальной безопасности. По югу вы видите, как ситуация складывается, но и решили в Москве подарить стране нового Ельцина. Навальный это трезвый, но Ельцин 100%. Та же компания, те же методы, тот же стиль, те же деньги, та же система раскрутки. Я это видел в Праге, видел в Белграде, видел как душили Югославию, видели в Киеве, в Грузии, но один к одному. И тем не менее, впервые политику утром осудили, вечером выпустили, дали огромные деньги, полностью подчинили целую серию эфиров, которые раскручивают и теперь потирают руки. Нам нового Ельцина Гайдара готовят на ближайшую историю. Неужели мы не сыты всем этим? Сыты по горло. Если мы это допустим, мы не политики. Что касается реальной картины, при нынешнем составе правительства задача нерешаема. Полправительства таких же Навальных, начиная от Голодец, Дворковича и Ижесними, полправительства. Уликаев душил вместе с Гайдаром экономику, сейчас занимается экономикой. Маломальский сидел, грамотный человек, взяли и того выперли оттуда. Посмотрите, кто селом занимается. То, говорили, 90 миллионов соберут, ничего они не соберут. Если 75 соберут, будет хорошо. И этого не соберут. Половину продовольствия заводим чужого, лекарства, все остальное. Давайте тогда развивать свою экономику. Но посмотрите, новый проект бюджета урезают все на свете. Они и будут урезать. Они не поддерживают свое товарное производство. Закон о промышленности готов, который можно завтра принимать. Уносят закон о уничтожении науки, без которой мы никогда не поднимемся. Мы обязаны ее поддержать. Нобелевский лауреат Джарлиас Алфера обратился к Путину с открытым письмом. Обратился к Нобелевским лауреатам. Его поддержали пять американских светилок современной науки. Француз, израильтяне. Ее поддержала вся Академия наук. Две с половиной тысячи собирались и обсуждали. Неужели мы, в конце концов, их не услышали? Зачем это нужно и кому это нужно? Втащили из кармана как спецоперацию. Ну, у нас прошли спецоперацию. Уничтожение страны. Развал собственности, вернее, разграбление собственности. Распродажа земли. 41 миллион гектаров заросли бурьянов. Неужели нам этого мало? Уничтожили профтехобразование вчистую. В июле месяце ни одного сообщения нигде было. Был мировой конкурс на лучшую рабочую профессию. Лучшую. Мы участвовали. 53 страны. Мы не получили ни одного балла. Рядом с Эстонией и еще каким-то живопырками рядом. Страна, которая все производила, все делала, все умела, не имеет специалистов, способных собирать. Да и наш каждый второй ракетный старт взорвался. Сейчас 12 испытаний баловы были, 8 взорвались. Летал специально макеевскую фирму на Урал, ходил ко всем властям, упрашивал, ребята, никто вам не сделает подводный вариант ракеты. Никто. Это суперклассное. Уничтожили на корне. Мы должны сделать из всего происходящего выводы. Мне казалось, что все-таки эти выборы будут главным содержанием на выборы. Это проблемы, которые стоят. Но почему опять все ушли от дебатов, от нормального обсуждения? Почему вы отвергли наши 9 законов о ремонте выборной системы? Почему только у нас в Европе и в мире непрозрачные урны, во всей Африке уже прозрачные? Почему вы не хотите пойти навстречу самым элементарным, простейшим предложением, которые просятся в этом плане? 7 из 10 граждан страны отказались идти на такие выборы. Чего праздновать-то? И как можно праздновать, когда на фоне кризиса набирает губернатор 80%, которые первый раз увидели? Но это чушь собачья. Откровенно вы все понимаете. Поэтому мы предлагаем собраться вместе, обсудить реальную проблему, подумать, что делать с том же с эфиром. Если бы не Россия-1 и не Вести-24, вообще бы о выборах никто ничего не узнал. Московские выборы, два канала «Доверие Москва-24», 64 тысячи человек из 12 тысяч москвичей посмотрели эти передачи. Ну что ж мы издеваемся над грамотной, умной и содержательной стороной? Главный праздник на сегодня – это Караулов празднует в Кремлевском дворце момент истины своей. Не праздновали 70 лет Орловско-Курской битвы в этом году, 70 лет Сталинградской битвы, более тысячелетия Пскова, Новгорода, Смоленска, великих центров русской культуры и духовности, и патриотизма. А момент истины празднуют. Самая мерзкая передача, которую можно было только придумать. И вот сейчас это опять вокруг крутится того же Навального. Давайте дел... Спасибо.